Всем привет! Люда Йесей Нью-Йорк. Вышла в обед прогуляться, проветриться. Вот у нас сейчас очень там включили сильно отопление. Прям даже тяжело сидеть, жарко. Вот и окошко открываю, но все равно. Вот площадочка, где я делаю видео. Видите, листья облетели, никто их не собирает. Нормально, как всегда, везде в Америке. Листья – это не самое главное. Прогуляемся под дождем. Погода изменилась резко. Резко вчера. И вот мои размышления вслух после 10 дней, как прошло голосование за нового президента. За нового или старого президента Америки. Прогуляемся чуть-чуть, порассуждаем. Ну, что я хочу сказать, друзья мои. Все больше людей появляются в соцсетях везде, которые описывают, как оно есть на самом деле. А не так, как говорят наши абсолютно проплаченные новости. Новости. Вот эти все СМИ, американские, проплаченные. Ужасно. Просто ужасно. Фотографии делают Трампа. Все время со скоженным лицом. А Байден такой лапочка. Значит, дедушка маразматик, он такой лапочка. А, значит, что не откроешь, что не откроешь. Вот эти проплаченные новости. Везде, везде. В общем, все. Как будто уже, ребята, даже не рыпайтесь. Как будто они хотят сказать, даже не рыпайтесь уже. И нечего даже выступать. Все. Вот он, ваш новый президент. А чтобы он не упал совсем, там, не рухнул где-нибудь. Вот у нас вот эта вот мадам, которая стоит за его спиной. А она все будет делать. Она все сделает. И Хилари Клинтон тоже все сделает. Ой, друзья мои, ну, слушайте, ну, это просто афера века. Вы знаете, афера века. Тут, значит, уже подняли головы дальнобойщики американские. Они говорят, мы ездили по всей стране. Мы считали вывески за Байдена и за Трампа. Там 50 вывесок за Трампа были, а потом как-нибудь одна там хилая за Байдена. И даже в этом году, в общем, как бы считается, что 70 процентов, 70 процентов проголосовало за Трампа. И даже те, которые голосовали исторически за демократов, и которым было все равно, все как-то были на равных. Но в этом году даже демократы примкнули к республиканцам. Вот, потому что в Америке намного-намного больше нормальных, порядочных, честных, богобоязненных людей. Вот, но вот эти вот демонократы, демонократы, они никакие не демократы, они просто демоны. Они, понимаете, что делают? Они хотят навязать легализацию наркотиков, хаос, беспредел. Значит, это полиция, вот, как в Италии. В 10 часов вечера пусть закрывает свои эти офисы и все. И все, сидите, после 10 часов, как хочешь, так и это, спасайся, если что случится. Значит, всякие там, среди них преобладают вот эти все педофилы, вот эти все геи, вот эти, лесбиянство и прочее, прочее. Они хотят это все навязать. Стране, которая исторически складывалась, как богобоязненная страна. У нас даже первые переселенцы были, те, которые бежали от власти католической церкви и хотели создать страну, где будет религиозная свобода, где каждый может поклоняться богу так, как он считает нужным. И иметь право на свои, в общем, верования, свободное. Здесь даже амиши до сих пор, мы вчера вспоминали с моей знакомой, амиши. Говорю, сейчас они в шоколаде, амиши-то. У них ничего нету, ни компьютеров, ни интернета, ни телефонов, ничего. Они сидят себе, как работали на своей земле, так и работают. Как собирали свой урожай в семье по 10 человек, детей 12, так они и собирают. Как у них не было кредитных карточек, дебетных карточек и ничего, у них все в кубышках. В банках они держат все деньги наличными. Если кто-то заболевает из-за общины, они идут и просто складываются, приносят чемоданы денег и все. И платят за операцию. Нет у них ни пенсии, ни страховок, ничего. И вот они сейчас в шоколаде. Но они тоже, конечно, терпят убытки, потому что они же все продавали там на свое натуральное хозяйство. Но, в принципе, они никак бы не пострадали. И там пусть хоть мир рухнет, у них была бы земля и были бы их дома. А у них дома есть, земля есть, они все подпольные миллионеры. У них у всех там миллионы, потому что они ни на что не тратят. Ни на что не тратят. И у них, а только все как бы складывается и сберегается. И у них до сих пор в паспортах нету фотографий. У них нет фотографий. Как им пообещали 100 лет назад. Какие там 100? 400-500 лет назад. Как им пообещали, что они могут передвигаться по всей территории Америки, Канады и так далее. Но у них нет паспортов. И вот они так путешествуют, но паспортов нет. Им нельзя ездить за рулем автомобиля, но в качестве пассажира они свободно могут ездить. Вот. Так что вот так. Вот Амиша сейчас в шоколаде. Так что я хочу сказать-то. Почему я про Амиши сказала? Что большинство людей, что первые переселенцы были за религиозные свободы. И страна создавалась как страна, где верующие всех конфессий могут спокойно верить, встречаться, иметь свои какие-то, может быть, обряды и так далее. Но если это не противоречит гражданскому закону, конечно. Это не значит, что там обряды, которые можно там кого-то в жертву приносить или чего-то. А эти демонократы, демонократы, они хотят внести в мир вообще, уже внесли в мир полный хаос, педофилия. Вот это вот все содомские грехи. И, значит, как бы за спиной вот этих всех демонократов стоят огромные деньги. Это волки с Уолл-стрита, это вот эти все миллионеры-миллиардеры. И, короче, они вот это все и запустили. И я сейчас слушаю всех этих блогеров. Там дам ссылочку, может быть, на некоторых. И я удивляюсь, у нас почему одинаковые мысли, если я вообще ни за чем не следила. Я не слушала ни Трампа, ни Байдена, ничего я не слушала. Ни предвыборные гонки, ничего. Но я как-то из воздуха, из воздуха хватаю эти мысли. И я сейчас смотрю вот на этих людей, которые, профессоры там и прочее, которые за всем следили, они все знают. Я поражаюсь, почему у нас с ними одинаковые мысли. Если я вообще была вне политики. Я вот сейчас последние три месяца стала просто понимать, что творят демократы. Но я ничего не смотрела, никаких видео. Что еще раз доказывает, что даже если вы в информационном вакууме находитесь, вам Бог пошлет мысли из воздуха. И вот эти мои мысли, они просто находят отражение за теми, которые все следят. Они все следят, они успешные, как бы, республиканцы, они за всем следят. Они в теме, и они говорят точно так же, как я и думала. Что была абсолютно, абсолютно, абсолютно подтасовка. Абсолютная подтасовка, что вся страна проголосовала там, кто говорит 80 к 20, кто говорит 70 процентов к 30 за Трампа, за республиканцев. И никогда не было такого ажиотажа вокруг республиканцев, как в этом году. Никогда до этого. Я вот разговаривала с бабушкой-то Джеки, вот, которой у меня пациент в субботу. И она 50 лет оказывается. Она из Венгрии, она 50 лет в стране, в Америке. И она говорит, за 50 лет никогда не было таких выборов. Никогда не было такого ажиотажа. Никогда не было. Она и ее старший сын со своей женой, они за республиканцев. А средний и родители, вот мальчика, они за демократов. Странно. Ну, может быть, потому что они деньги делают, я не знаю. Вот. И, ну, я понимаю, что кто-то, может быть, за демократов, разумеется. Но люди просто не в теме. И люди слушают новости проплаченные, где Трампа постоянно высмешивают. Где его постоянно, значит, выставляют каким-то дурачком. А он не дурачок. Он не дурачок. Он умный и со своими правилами, со своей христианской моралью. Дети у него, пусть там евреи, ну и что. Вот. Но он за вот эти вот вне конфессиональной человеческой ценности. За нормальные крепкие семьи, за нормальное развитие детей. Без всяких там этих, этих европейских вот сейчас вот, ну, просто развращающих уроков там, скажем, каких-то и прочего. Что значит это? Ну, короче, ужас ужасный. И я вот просто думаю, это уже просто идет реально борьба добра и зла. Вы знаете, идет реально борьба добра и зла. Тьмы и света. Вот. Я просто это четко вижу. Вот. И, конечно, сейчас идет вот это вот прямо расслоение в обществе. Если вот эти все с деньгами за наркотики, за педофилию, за гомосексуализм, за всякое свингерство, и они называют это демократией, делай, чего хочешь. Делай, чего хочешь. Значит, Трамп, какая-то демократия, это хаос, это хаос, абсолютный хаос. И страдать будут нормальные люди от этого хаоса. Что давайте уничтожим полицию, давайте, значит, сократим учителей, врачей, ну, всех на свете. И пусть у нас наступит земля мутантов. Мир мутантов, страна мутантов. И нормальные люди будут гнобиться, как нормальные. Вот. Но так, конечно, не произойдет. Все-таки бог-то сильнее. Шапочку кто-то потерял, девочка шапочку потеряла. Может, найдет еще. Так, положим в стороночку ее. Пойдет, найдет. Вот. Ну, в общем, вот такой вот творится ужас. Значит, завтра будут... Сегодня пятница 13-е, завтра суббота 14-е. Трамп призывает всех своих сторонников выйти на марши. Существует версия о том, что про... Как-то там про... Помечены были бюллетени, какие-то водяные знаки. Но я понимаю, что водяные знаки могли быть. Но как ты можешь отследить? Они же не с чипами были. То есть, получается, что они должны быть с чипами с какими-то, чтобы их можно было отследить. Вот, не знаю, как и что, в общем, это будет. Но якобы, что эти... Можно отследить, где что. Какие-то были глюки. Когда шло голосование прям за Трампа, миллионы, миллионы. Потом бумс, то же самое, но это уже как будто бы за Байдена. Все эти миллионы. Ну, вы посмотрите, что происходит, а? И вот эта мысль, которую меня постоянно преследовала, что вот это все затеяли, чтобы голосование было по почте. Только так они могут сфальсифицировать. Потому что, ну, да, и тут уже, получается, и в машины влезли. Вот в эти электронные голосования тоже влезли. Но, значит, получается, что так вот весь мир полили этой гадостью. Посыпали, полили, распространили, распылили, самолетов разбросали. И такая есть версия. Люди, вот мне там знакомые говорили, что якобы вот в Сиэтле разбрасывали. И там идеальный климат. И на машинах почему-то были ржавые пятна, которых никогда нету в Сиэтле. Никаких там ржавых пятен нет. Там идеальная экология. Там все смывается постоянно дождем. Вот. И, значит, получается, на машинах были какие-то... По утрам люди видели какие-то ржавые пятна, ржавые разводы. И на лужах. Что это такое? А ночью видели какие-то кометы. Это что это такое? Значит, травили с воздуха. Но, получается, опять травили так, что вот сейчас... Ой, сумасшедшие цифры вам показывают в Америке. Вообще ничему верить нельзя. Может быть, они не сумасшедшие тесты показывают. Но люди болеют уже как простудой, как ангиной, как гриппом, как обычным каким-то это. Все, пустые госпитали. Значит, получается, что они так сделали, что сейчас в России все загибаются. Давайте там распылим этот штамп такой плохой, агрессивный. А в Америке, а вдруг победит Байден? Так не надо, чтобы люди тут помирали. Это как бы репутация, да. Давайте сделаем так, чтобы болеют, болеют. Но как бы не умирают в Америке. Все, хватит. Вот, распылили, напугали всех, по дамам рассосовали. Всех в платочке, всех в маске. Все, ни с кем контактов нету. Все разрушили, все бизнесы разрушили. А теперь давайте мы будем как бы вот так вот, что... Вот вакцина. О, вакцину изобрели в Америке. Шикарно. Не поймешь, кому это достанется. Байдену это... Или Трампу. Снухшибательное такое известие. Ну, в общем, короче... Уже какие-то суды идут. Трамп обещает аресты. Ну, дай бог, чтобы были аресты. Вот, ну, просто вот этих вот всех змеюк, которые по 40 лет вот делали вот эти гадости. Сидели, делали вот эти гадости. Вот говорят, Америка во всем виновата. Не Америка, а вот эти вот волки. Вот эти волки в овечьих шкурах. Вот именно что, волки в овечьих шкурах. Люди-то простые. Всем нужна, чтобы семья, работа вот такое вот. Пусть там кто-то работает успешнее, кто-то работает вяло, кто-то работает тихо. Но все хотят вот этого одного. Нормальной, спокойной жизни. И чтобы дети росли здоровыми, и все такое. И чтобы были семьи. И чтобы была возможность работать и путешествовать, отдыхать. Понимаете? Все хотят нормальной жизни. А эти хотят переделывать мир. Так, как им нужно. Так, ладно, сейчас продолжу. И вот, знаете, я еще помню, что где-то вот 3, может быть, 4 года назад я стала вот сильно болеть. Я не понимала. Это связано с той школой, вот где я была. Там здание переделано из фабрики. Или же это иммунитет у меня упал. Или это дети приносят. Ну, я вот не вылезала из простуды в простуду. Из простуды в простуду. Как бы, ну, можешь переболеть там 2 раза за 2 месяца, да. Ну, как-то тут у меня было непрерывно. Я только вылечусь опять горло-насморк, горло-насморк, горло-насморк. Ну, я вот уже начинаю думать, что нас подтравливали. Подтравливали каким-то образом. Экспериментировали, смотрели. Как и что. Вот. И я помню, одна тоже разговаривалась там с одной, второй, ну, родителями русскоговорящими. Мне говорят, ну, это невозможно, говорят, вот эти зимы. Почему мы, говорят, все время болеем? И витамины пьем, и здоровый образ жизни ведем, и в проруби купаемся. Что только не делаем. Вот, ну, то есть, ну, условно говоря, в проруби. Обливаемся там в душе холодной водой. Ну, просто никогда такого не было. Но теперь я думаю, что над нами проводились эксперименты. Подтравливали чуть-чуть. Или, наоборот, нас как бы уже таким образом вакцинировали как-то так. Или же, наоборот, подтравливали. Не знаю. Но я это четко заметила. Это было вот, наверное, это было, наверное, если я в 16-м начала. Значит, в 16-м, когда вот на Диуэча начала работать. Но в 16-м было ничего, как бы, не помню. Но вот, по-моему, 17-й, 18-й. Мне кажется, это было конкретно. 17-й, 18-й. И также здесь при выясняется, что, ну, массово были брошены там эти силы на вот эту всю фармакологию, на всю вот эту вот вакцинацию и прочее. Ну, короче, слушайте, ну, это просто и просто идет третья мировая. И самая большая афера, афера века. Ну, как бы, знаете, в Беларуси, в России к этим аферам не привыкать. У вас вообще в России все стабильно, все стабильно. Один царь, которого уже знаешь, уже изучили. Ну, там он тоже, конечно, может, под старость что-то выкинуть еще похлеще. Ну, как бы сравнивают только со Сталином его. Кого там еще помнят? Сталин, да вот, Путин. Ну, вроде как перевес в сторону Путина. Как бы ему плюсов больше, чем Сталину. Вот, да, он плюшки иногда раздает. Поэтому, а тут, когда каждые 4 года вот такое вот, и всегда это все было. Ну, да, там пересчитывали. Но то, что в этом году сделали. Ну, в общем, Трамп сказал, что будут суды, будут бороться. Что все так и ожидалось, что все он так и ожидал, что это будет. Вот они себя показали. Сейчас мы вот этих всех, все это Пелоси, Клинтон, вот это, все, кто стоит за Байденом, всех он их пересажает. Ну, посмотрим, а он грозился их пересажать еще до того. Конечно, они, понимаете, если вы вдруг случайно, будучи нормальным человеком, оказываетесь в этом, в какой-то яме со змеями. Змеи разные, большие, маленькие, питоны там всякие. Ну, в общем, короче, все, вот это вот змеюшник. И вам, как бы, чтобы выбраться за этой ямой, и чтобы вас никто не покусал, вам нужно тоже прикинуться змеей и как-то так гладенько рядом с ними так шуршать, гладенько. Тело к телу. Вот. И ни в коем случае, ну, если вы берете палку, как взял Трамп, он берет палку-дубину, он начинает по ним по всем стучать. Они, конечно, они, конечно, все тут на дыбы. Мы сидели 40 лет в правительстве, мы получали медали, нам все аплодировали, мы все наворовали, мы все сделали, мы уже миром, мир уже наш. Мы уже рулим этой планетой, и ты нас берешь и палками начинаешь лупить, и говоришь, что сейчас я вас на старости лет посажу в тюрьму всех. Всех я вас придушу. Вот так действовал Трамп. И, конечно, они говорят, да мы сейчас распылим яд по всему миру, только чтобы тебя завалить. Мы такой хаос устроим. Понимаете? Почему вот некоторые люди говорят, что надо уже проголосовать за демократов, чтобы только вот этот гадюшник успокоился. Вот такое вот, понимаете? Вот. Хайд Парк, Кристиан Чорч. Ну, не знаю. Я думаю, что столько народу молится, и христиане, и мусульмане, ну, мусульмане, не знаю, хотя мусульмане-то много нормальных мусульман. И христиане, и мусульмане, и евреи, и потому что демократы там что-то против евреев тоже имеют. Потом они только против голубых, зеленых, вот это вот, против чего там еще, против педофилов и прочих, они ничего не имеют. Понимаете? А против нормальных-то людей, богобоязненных, они как раз много чего имеют. Вот березки как переплелись. И, значит, что я хочу сказать. Так вот, столько людей молится, но, наверное, бог мешается все-таки, не может не мешаться. Так Трамп сказал, если они даже его задушат в этом году, ему 73. Он через 4 года опять будет выдвигать свою кандидатуру. Они же не смогут 4 года травить людей по всему миру и вот так вот подстраивать все. Значит, тогда ему будет 77, как раз, как сейчас Байдену. И он говорит, тогда за меня все проголосуют точно. Ну, посмотрим. Вообще, конечно, да, вот такое время, вот такое время мы живем. И, в общем, подтасовки жуткие. И в тех штатах, которые были всегда за республиканцев, они вдруг фантастическим образом проголосовали за этих демократов. Те штаты, которые в этом году говорили даже Калифорния, Калифорния, так достали всех демократы, что проголосуют они за республиканцев. Вот такое было мнение. Но, чтобы вот те штаты, которые колеблющиеся и которые исторически были за республиканцев, они вдруг почему-то проголубили, проголубили сразу, не знаю. Ну, в общем, короче, республиканцы за традиционные человеческие христианские ценности и мораль. Только единственное, что мне у них не нравилось, это ношение оружия. Но сейчас, вот в этом хаосе, я уже не знаю. Наверное, нужно, чтобы у людей правда было. Потому что, если мутанты лезут в дома, абсолютно шалевшие, да, и полицию они хотят ликвидировать, и от тех, кого не ликвидируют, те бедные уже сами хотят. Много очень уволилась. Никто не хочет в такое смутное время, чтобы по ним палили и убивали их, их и их детей. Они просто уволились. Многие уехали в другие города, другие штаты. Там устроились работать и работают все спокойно. Потому что Америка, она разношерстная. Есть очень тихие, спокойные места. Есть более такие криминальные и баламутные. И там, где еще помогают им мэры стать более баламутными. Ну, вообще, короче, кошмар. Поэтому, если они, значит, хотят вот так все ликвидировать закон и порядок, то мысль ушла. А, то оружие это неплохо бы иметь уже. Я так думаю, не знаю. Не знаю, конечно. Потом, например, еще такой момент. В общем, мое упование только на богобоязненных судей. На судей, 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 которые богобоязненные верующие, которые понимают весь этот вот творящийся беспредел, который сейчас накрыл США. Ну, посмотрим. Поживем, увидим. Ну, все. Всем пока. Вот такие мои размышления. Хорошо, что вышло. Проветрилось чуть-чуть. Потому что сидишь. Там как-то уже притомились мы сидеть. Духота. Хорошо, что вышло. Тихо, дождливо, уныло. Но унылая пора. А чьи очарования? Все. Пишите, что вы думаете. И как у вас обстоят дела. Все. Всем пока.